МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Всех зрителей Бук-ТВ мы приглашаем в студию программы итоги недели. В ближайшие 30 минут рассказ о событиях Бреста подготовлены корреспондентами нашего канала. В студии Ирина Левчук. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема выпуска. Прямая телефонная линия как маркер, как срез тех городских проблем, которые есть. Председатель городского исполнительного комитета Александр Рогачук провел общение онлайн с брещанами. Люди стремятся к диалогу с властью. Цифровизация, эти технологии все больше входят в жизнь человека. К электронным процессам и робототехнике приобщаются и на селе. Анастасия Ноздрин-Плотницкая провела мониторинг и узнала, какие разработки ждут своего часа для притворения в жизнь, а что уже применяется, что называется, в полях. Стоит ли уезжать из Бреста на новогодние рождественские праздники? Не стоит. Проведите их в родном городе. Обзор самых интересных новогодних и рождественских фишек в материале корреспондентов БУК-ТВ. Об этом и многом другом, что происходило в Бресте на этой неделе прямо сейчас. Сегодня председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук провел прямую телефонную линию с жителями областного центра. Прямая телефонная линия – это одна из форм работы с обращениями граждан, и, как показывает опыт, весьма продуктивная. Все же, личные приемы не позволяют принять большое количество людей, а за три часа общения онлайн до руководителя города дозвонились 30 человек. Тематика обращений разноплановая и во многом стандартная. Жилищно-коммунальное хозяйство, работа транспорта, образование, организация досуга. На этот раз немало дозвонившихся озвучивали инициативы и благодарности за ранее оказанное содействие. Нынешняя прямая линия подтверждает – люди стремятся к диалогу с властью. Все подробности в первом материале программы. День добрый, Светлана Николаевна. Что случилось? Что случилось? Именно с таких слов начинается разговор Александра Рогачука с каждым, кто обращается на прямую телефонную линию. Вот такой. Субботний интерактив позволяет выявить то, что волнует горожан, быть на связи и более эффективно решать многие вопросы. Жилищно-коммунальные, касающиеся строительства и транспортного обслуживания, юридические, бытовые – это в компетенции руководителя города, и для него это важно. Стандартное общение на первый взгляд, но за каждым случаем стоит проблема, которая волнует обратившегося. И ее нужно решать, особенно, когда это касается вопросов здоровья, поиска работы, жилищно-коммунального хозяйства. Кстати, тематики ЖКХ касались в этот раз совсем немного. Я уже привык к тому, что подавляющее большинство звонков именно касается вопросов ЖКХ. Почему-то именно сегодня их было минимум, этих звонков. Вряд ли мы сделали такой кардинальный рывок в работе ЖКХ, но, наверное, где-то удается на более низших уровнях администрации районов, ЖЭСов людям объяснять те приоритеты, которые есть, и люди уже не звонят в более вышестоящий орган по вопросам локальным. Хотя, вы знаете, понятие «локальный вопрос» – это очень относительное понятие. Вот для той женщины, которая позвонила и поблагодарила за перила, этот вопрос самый важный. И то, что нам, власти, субъекту хозяйства, не удалось быстро отреагировать, это же всем плюс – комфорт, безопасность. И, видите, вот, соответственно, такой звонок, очень интересный звонок благодарный за перила. Для кого-то был парадокс, а вот с таких мелочей, мелочей создается, в принципе, не только комфорт жизнью, но и авторитет местной власти. Но у этой прямой телефонной линии есть и отличия. Активизировались горожане города-спутника Жабинки. И это обосновано. Те решения, которые принимаются сегодня руководителями Бреста и Жабинки, а это и строительство в райцентре жилья для брещан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и открытие одноименного маршрута. Каждая прямая линия при всем своем стандартном формате, уже апробированном, имеет свою специфику. И во многом структура звонков, которая поступает на прямую линию, она зависит от сезонного фактора, каких-то управленческих решений. Но в данной ситуации, я хочу сказать, характерно это реально обращение жителей Жабинки на прямую линию, это говорит о том, что наша работа по взаимодействию с городом-спутником выходит уже на какие-то конкретные форматы. Я имею в виду запуск городского автобуса в Жабинку. Это серьезное событие для жизни города и для жителей нашего города-спутника. Не всем это нравится. В частности, были обращения и частных перевозчиков, которые боятся потерять соответствующую прибыль. Но такая доля руководителя обратно себя ответственны за управленческие решения во благо людей. Кстати, тема транспортного сообщения поднималась неоднократно на прямую телефонную линию. Много еще было звонков по транспортному обеспечению именно новых микрорайонов застройки нашего города. Микрорайон Юго-Запад-5 активно заселяется, и мы предпринимаем определенные меры по оптимизации маршрута, изменению потоков. Вероятно, реакция людей абсолютно обоснована. Он привык, а теперь приходится менять маршруты. Поэтому здесь очень тонко мы будем все это дело прорабатывать, учитывать общественное мнение в том числе, но работу по улучшению качества транспортного обслуживания именно за речной частью нашего города мы будем однозначно усиливать. В этом контексте нам очень серьезно помогает область в плане обновления автобусного и троллейбусного парка. Совсем недавно губернатор одобрил дальнейшее пополнение автобусного парка в 2022 году. Я думаю, что мы в следующий год во многом и посвятим именно вот этим вопросам. Это новые троллейбусы, автобусы, новые маршруты и, конечно, дальнейшая ретрификация общественного транспорта. Что удивительно, никто из брещан за три часа не поинтересовался ситуацией с коронавирусной инфекцией. В ходе прямой телефонной линии этот вопрос задали корреспонденты городских СМИ. Может быть, это связано было с тем, что уже более 100 тысяч брещан приняли, на мой взгляд, разумное решение и вакцинировались. Может быть, это связано с тем, что мы имеем хорошую тенденцию по снижению уровня заболеваемости. Тут много факторов. Но мы от своей позиции, что необходимо вакцинироваться, готовиться к очередной волне, наверное, не должны отходить. Постепенно освобождается отделение, больница номер один, даже в нашей центральной городской больнице, под тех больных, которые нуждаются в реабилитации, в лечении других направлений, не только ковидных. Это хорошая тенденция. Дай Бог, чтобы эта волна была последняя. Но, как мы говорим, береженого Бог бережет. Поэтому я тоже собираюсь на следующей неделе идти на ревакцинацию и призываю всех брещан еще раз подумать о том, что, наверное, надо все-таки принять решение в пользу вакцинирования и поменьше читать определенных, я бы сказал, даже провокационных статей, которые сейчас очень часто появляются в интернете. Проблемы, возможности их решения, перспективы – для каждого человека все это индивидуально и ответственно, для руководителя особенно. Но в любом случае вектор движения задают именно те, кому не все равно, те, кто душой радеет за дело. Брещане – люди неравнодушны и чувствуют за это даже на прямой телефонной линии. Брест развивается, динамику не теряет и не собирается сдаваться. Он все равно должен быть лучшим областным городом нашей страны. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Кадровые ротации на Брещене. 6 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Александра Власовца на должность главы администрации Ленинского района города Бреста, который ранее являлся первым заместителем председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома. Прежний руководитель Валентин Милошевский ушел в отставку по выслуге лет на государственной службе. В Ленинской администрации нового главу коллективу представил руководитель региона Юрий Шулейко. Большое мероприятие собрало в одном зале руководителей ведущих предприятий района, сотрудников Ленинской администрации, областного и городского исполнительных комитетов. В торжественной обстановке губернатор региона Юрий Шулейко представил собравшимся их нового руководителя Александра Власовца. Власовец Александр Андреевич, я думаю, что человек не новый у нас в области, в городе, потому что человек практически здесь учился. Здесь он состоялся как руководитель, как специалист, имеет действительно определенный уже опыт работы в администрировании. Будучи одной из таких важных этапов жизни, это заместитель главы администрации Московского района на протяжении большого времени. Конечно, это первый заместитель комитета по труду и социальной защите. Это, опять-таки, полное владение многими вопросами, которые связаны с жизнедеятельностью наших горожан. Отличное профессиональное качество нового руководителя администрации отметил и мэр города Александр Рогачук. В этой ситуации огромное спасибо, Юрий Леонидович, что вы поддержали все принципы кадровой работы в отношении Ленинского района. Спасибо, Отец Наставич, вам за работу и дай Бог, как и наши дальнейшие точки взаимодействия. Спасибо, Отец Наставич. Вам, Александр Ильич, по согласованию с губернатором я обращаю отрывы контракта на два года и желаю вам продолжить эти традиции кадров Ленинского района, которые реально двигались дальше и, в следующее, у вас все получится. Особое внимание руководители области и города уделили Валентину Милошевскому, который на протяжении нескольких лет руководил Ленинским районом. За это время было достигнуто достаточно большое количество результатов, которые являются подтверждением сплоченности команды ленинцев и их желание двигаться вперед. А потому перед новым руководителем сегодня стоит ряд принципиальных задач, главное среди которых не избавлять заданный ранее темп, активно развивать промышленный экономический сектор, а еще особое внимание уделять людям и их проблемам. Сама структура администрации на это нацелена и готова к тому, что у человека появились проблемы, появилось какое-то желание, нужно получать образование, нужно где-то какие-то определенные социальные преференции. Все идут в администрацию, администрация это действительно решение вот этих всех вопросов. Конечно, немаловажное благоустройство, все мы хотим видеть, как город красив, благоустроен, но это все кроется за этим кропотливая работа всех служб, которые на территории района. Новому руководителю Александру Власовцу 45 лет. Он уроженец Брестского района. С 2003 года работает в органах государственного управления. В ближайшие дни Александр Власовец приступит к своим непосредственным обязанностям. Так уж сложилось, что слова «брест» и «ворота государства» понятия неразделимые. Представить себе город над Богом без людей в фуражках зеленой тульи просто невозможно. Символом святости, государственной границы, чести и воинского долга форма пограничника является для каждого военнослужащего. Носят они ее с гордо поднятой головой, поскольку Брестская погрангруппа имени Держинского – одна из лучших в Беларуси. Сегодня слова присяги на верность родине произнесли более 300 юношей, призванных служить в областном центре из Минского, Гомельского и Брестского регионов. Это особый день для новоиспеченных пограничников. Они берут на себя груз большой ответственности, продолжая вековые традиции несения службы на всех границах нашей страны. На церемонии, которая проходила на священной земле Брестской крепости, побывала и съемочная группа Бук-ТВ. Площадь церемониалов в мемориальном комплексе Брестской крепости Герои – это священное место, где когда-то наши предки, отважные воины-герои защищали нашу землю ради себя и ради счастливой жизни будущих поколений. Сегодня их долг перенимают солдаты нового поколения – более 300 юношей, призванных в Брестскую краснознаменную пограничную группу имени Держинского из Минского, Гомельского и Брестского регионов. Они уже прошли курс начальной военной подготовки, им было вручено их боевое оружие, с которым они непосредственно будут охранять в дальнейшем государственные границы. Сегодня, после первого увольнения в статусе военнослужащих, после встречи с родителями, они приступят к новому этапу своей жизни, перейдут на обучение по военно-учетным специальностям. Обучение будет продолжаться на протяжении полутора-двух месяцев в заемности от военно-учетной специальности. Далее, после обучения, после успешной сдачи экзаменов по своим специальностям, они будут распределены по пограничным заставам, по подразделениям Брестской пограничной группы. Сторжественно быть преданным своему народу, свято соблюдать конституцию Республики Беларусь, выполнять требования военнослужащих уставов и приказов командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять морский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную ценность и конституционную строю Республики Беларусь. Громко и гордо звучали в этот день слова присяги из уст новобранцев. С момента ее принятия вся служба военнослужащего и каждый его поступок будут сравниваться с ценой торжественной клятвы. Военную присягу недаром называют государственным документом особой важности, нравственным ориентиром для каждого воина. Уважаемые пограничники, с принятием военной присяги начинается отчет вашего гражданского возмужания. Вы поклялись белорусскому народу в верности, взяли на себя обязательство быть надежными защитниками нашей страны на первых ее рубежах. Вам предстоит напряженно трудиться для освоения своей военной специальности, а по прибытию в подразделение совершенствовать умения и навыки, полученные на учебном пункте. Процесс обучения не прост, но цель оправдывает средства, так считают и два новобранца-близнеца из Гомеля, которые присягнули на верность родине и белорусскому народу. Они здесь не случайно, они сами избрали этот путь. Хотели служить в пограничных войсках, потому что считаем, что это элитные войска. Скорее всего, что мы пойдем на мобильный пост, это проверять машины, проверять поезда, на пунктах пропуска работать. Рядом с молодыми солдатами стоит их верная группа поддержки. Это, конечно, их родители, бабушки и дедушки, любимые друзья. Каждому из них сложно сдерживать чувства, ведь для них в том числе этот день один из самых волнительных. Я желаю всем крепкого здоровья, отслужить. Ну, кто хочет, пускай остается парнца. Переживаем очень трепетно, что наш мальчик пошел служить. Ждем его домой с нетерпением. Мы сами из Гродно приехали поддержать друга на присяге и очень за него немножко волнуемся, переживаем, поддерживаем во всем. Да, Леша, тебе счастливые службы и мы тебя очень любим. Очень волнуемся за него. Мы, конечно, знаем, что большая у него ответственность, он защищает нас, всю нашу страну, меня лично, как бабушку. Гордость такая. И слезы напрашиваются, естественно. Впереди у молодых пограничников полтора года ответственного процесса прохождения срочной службы в подразделениях Брестской пограничной группы, где каждый из них будет совершенствовать свое пограничное мастерство. Алена Миневич, Эдуард Букунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о важном, актуальном, говорим о том, что касается каждого. В последние годы все чаще и чаще во многих кругах поднимается тема цифровизации. Человек перешел в 21 век именно на том этапе, когда технологии стали более плотно входить в жизнь. Причем это касается не только городов. Постепенно к электронным процессам и робототехники приобщаются и на селе. И это важно, ведь люди, живущие даже в небольших деревнях, не остаются отделенными от прогресса. Причем разработки становятся более конкретными и изначально целенаправленными. Учет жителей, контроль обстановки, изучение метеорологических процессов для проведения сельскохозяйственной деятельности и внедрения в тяжелый труд роботов. Казалось бы, фантастика, но идеи уже притворяются в жизнь. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая провела свой мониторинг и узнала, какие разработки ждут своего часа для притворения в жизнь, а что уже применяется, что называется, в полях. Все подробности в следующем материале выпуска. Будни председателя Клейниковского сельского исполнительного комитета Евгения Дементьева всегда насыщенные. Несмотря на то, что подведомственная ему территория располагается в достаточной близости от Бреста, жизнь здесь идет, как это заведено, сельским укладом. Размеренно. Хоть людей здесь проживает не так мало, у председателя все на карандаше. Он в курсе того, что происходит у жителей благодаря постоянной работе смотровых комиссий. Мы ходим, постоянно пополняется наш список именно домовладений. То, что сказать, допустим, там у нас 270 домов сейчас есть, оно так и есть, осталось. Да, какой-то дом снимается, где-то там жильцы переезжают, статус дома меняется, перепродаются дома. И впоследствии там мы его убираем со списка, потому что там не требует к нему внимания какого-то дополнительного. Где-то появляется новый дом. Несколько сотен адресов находятся на постоянном контроле в Клиниковском сельском исполнительном комитете. Систематизировать работу представителям комиссии помогает пилотный проект, специальное приложение, разработанное компанией Encore Studio. Программа работает в режиме онлайн как на мобильных устройствах, так и стационарных компьютерах. На практике мы хотим перевести все с бумажного варианта, как то, что работает наша смотровая комиссия, перевести все, чтобы это было в планшете. И это отражалось сразу же, что видели все службы. МЧС, РОВД, территориальный центр. Поэтому, что все службы были нацелены на то, чтобы наши домовладения находились в хорошем состоянии, чтобы была видна наша работа, то есть, что мы их выполняем, ходим, то есть, мы в курсе, у кого есть проблемы какие-то, как, допустим, у одиноко проживающих людей. В этом же уверены и сами разработчики. Программный продукт изначально создавался как инструмент для смотровых комиссий. С другой стороны, приложение в режиме реального времени позволит получать сводную информацию по гражданам и домохозяйствам на месте. Удобный интерфейс практичен в использовании. Все потому, что на каждом из этапов разработчики постоянно взаимодействовали с потенциальными пользователями. Это приложение должно позволить открыть, посмотреть статистику, посмотреть красные зоны и конкретно посмотреть, какие службы, где должны отвечать и какие-то смотровые такие мероприятия проводить. Приложение разрабатывалось в принципе, если можно так назвать, бета-версия полгода примерно. То есть, с мая месяца мы занимались конкретно установлением основных таких ключевых параметров оценки. Это то есть, пьющие, малоимущие, одинокие, все это мы забивали, собирали статистическую информацию. И когда у нас в принципе была целостная картина какая-то по проекту, мы уже начали с клиниками работать вплотную. Программа будет корректироваться и дорабатываться. Уже в 2022-м планируется внедрить информационный продукт во всех районных областей. Когда начали разрабатывать это приложение, мы начали смотреть на то, чтобы это не было какой-то нишевой вещью. Мы сразу начали смотреть на республику. Ну, понятно, на далекую перспективу. Но так как все-таки для того, чтобы дойти до какой-то определенной такой вот всеобъемлющей интеграции, нам необходимо протестировать вот хотя бы на районе одном, планово на всех районах Брестской области, и в целом по области интегрировать это приложение. Одним из основных моментов приложения является то, что он является кроссплатформенным, как любое мобильное устройство, как планшет, как компьютер, в принципе его все поддерживают. Он является, ну, таким универсальным средством. Но прежде всего, еще один из таких вот основных моментов этого приложения является то, что у него есть встроенное GPS-отслеживание по тому, в какой точке конкретно находилась смотровая комиссия. Развитие села и становление сельского хозяйства – также вопросы неразрывные и достаточно обсуждаемые. Изучение климатических особенностей, составление календарей прогнозов погодных явлений, внедрение робототехники вместо тяжелого ручного труда – все это помогает совершенствовать процессы земледелия и скотоводства. Об этом шел разговор в рамках четвертой недели бизнеса и инноваций КУП. В режиме онлайн участники очередного дискуссионного дня говорили о робототехнике автоматизации в точном земледелии. В частности, интересны разработки в этом направлении Брестского государственного технического университета. Процесс исследования идет, и в лаборатории ищут заказчиков для будущих продуктов. Одна из задач, которую делают в лаборатории – это платформа для умных теплиц, мобильный робот с роботом-манипулятором, который работает в связке. И одна из задач, которую мы моделируем, разрабатываем – это сбор урожая и отработка, ну, какого-то ухода за растениями. Пока это все делается больше в части техники развития платформы, но на каком-то этапе есть планы подключить уже непосредственно специалистов из сельского хозяйства для того, чтобы выйти на какие-то пилотные проекты. И все это примеры реальных работ и реальных исследований. Вопрос, быть или не быть, здесь уже не стоит. Скорее, существует лишь оговорка – как скоро, по времени. Это настоящее, которое вот-вот будет притворено в жизнь, чтобы сделать ее лучше и комфортнее. Вопросы повышения качества жизни населения не теряют и едва ли потеряют когда-либо своей актуальности. Уровень удовлетворенности жителей условиями приживания – весомый показатель эффективности работы органов власти. В Бресте к данному вопросу подходят основательно. Планируется новый жилой квартал, значит, обозначаются все элементы и объекты инфраструктуры. Стоянки для транспорта, детские площадки, магазины, школы – не менее важно, чтобы и медицинское обслуживание было доступным. А потому строительство многофункционального медицинского центра в заречной части города, равного которому по масштабам и функциональности нет во всем регионе, было решением выверенным. Сегодня этот объект готовится к сдаче. Это будет новогодним подарком брещанам, а пока здесь наводят шик-блеск к красоту. В своеобразный субботник организовали депутаты городского совета. К ним присоединились сотрудники Московской администрации, активисты молодежного парламента, главные врачи и персонал медицинских учреждений Бреста и просто неравнодушные обрещания. На финишную прямую вышло благоустройство нового медицинского комплекса в заречном микрорайоне. Первоочередная цель – значительно снизить нагрузку на иные медучреждения в указанной части города. Предполагается, что в штатном режиме две поликлиники – взрослая на 500 посещений в смену и детская на 600, а также женская консультация на 190 посещений – позволят обслуживать значительный поток горожан. Для достижения цели в сжатые сроки, но с высоким качеством, проделан колоссальный труд. И теперь, когда строительные леса уже убраны, здание приобрело соответствующий облик. Завершены внутренние работы, остались финальные штрихи перед сдачей объекта. На сегодняшний день строительные монтажные работы по всем блокам – это женская консультация, взрослая поликлиника, детская поликлиника – закончены. И сейчас идут пусконадочные работы, системы вентиляции, пожарной сигнализации, ну и всего оборудования. Мы ищем сопережение графика производства работы. И на сегодняшний день все средства освоены. В 9 часов утра на улице еще темно, а потому светящиеся окна нового медицинского центра создают ощущение, что объект уже в работе. И действительно, в работе. В корпусе детской городской поликлиники номер 3, именно такой номер ей присвоен, собрались многочисленные участники городского субботника. Его инициаторами выступил Брестский городской совет депутатов. А так как объекту присвоен статус областной молодежной стройки и к проведению работ на самых различных этапах строительства привлекали студенты региона, начинание поддержал молодежный парламент. Охотно откликнулись главные врачи медицинских учреждений города и представители администрации. Всегда мы так поступали, что привлекали общественность, привлекали неравнодушных людей, привлекали медицинских работников, санитарок, даже и образование подключали для того, чтобы оперативно навести порядок на этих больших площадях. И вот мы сегодня начинаем, ну скажем так, кампанию уборки уже на чистоту силами московской администрации и силами городского совета депутатов. Присоединили к этой работе еще и наш молодежный парламент при Брестском городском совете депутатов, ну и всех неравнодушных людей. Сегодня присутствуют представители медицинских учреждений, учреждений исполнительной, законодательной власти. Все сегодня в едином порыве занимаются благоустройством территорий. На сегодняшний момент поступает медицинское оборудование во взрослую поликлинику. Вчера поступил рентгеновский флюорографический аппарат. На днях ждем поступления маммографического аппарата. Кабинеты подготовлены, ждем устанавливающие организации и будем вводить потихонечку в эксплуатацию медицинское оборудование. Медицинское оборудование современное, увеличит доступность и качество медицинской помощи в нашем районе. Мужчины традиционно взяли на себя более тяжелый физический труд, распаковку и транспортировку мебели согласно назначению, а также удаление упаковочных материалов. Ну а женщины назначили на самый ответственный финальный участок – наведение красоты и лоска, мытье окон и полов, протирание поверхности от строительной пыли. Работа нашлась для каждого. Мы хотим выразить огромную благодарность за то, что нам предоставили возможность участвовать в данном мероприятии, потому что мы все, как будущие мамы, наши детки будут обслуживаться в этой детской поликлинике, и мы бы хотели внести вклад в развитие и постройки данного учреждения. Завершить благоустройство совместными усилиями гораздо проще, а потому, чтобы приблизить долгожданное открытие комплекса, горожане еще не раз готовы прийти на помощь. В настоящий момент заканчиваются отделочные работы, чистовые отделочные работы, ну и остался очень большой объем работы непосредственно вымыть, вычистить, разнести мебель, разнести медицинское оборудование, смонтировать оборудование. По этой причине сегодня очередной субботник, если мы до этого каким-то образом старались собственными силами, привлекая, скажем, наших работников, наших контор, наши ТР, именно принимать участие для того, чтобы вымыть, вымести, разнести, то в настоящий момент нам помогает город. Значимость этого объекта, она, в общем-то, ну, ее тяжело переоценить. По этой причине большой момент, что каждый из нас несет свой посильный вклад, частицу своего труда в возведении этого объекта и сдачу его в эксплуатацию. Людмила Логодич, Андрей Щероб, Александр Макаревич, специально для программы «Итоги недели». Словно по календарю, погода последних дней порадовала нас морозом и снегом. Правда, хватило этой сказки ненадолго. Теперь же все в лучших традициях белорусской зимы. Дождь со снегом, пасмурно и серо. Но есть в Бресте то, что уже придает ощущение приближающихся праздников. Постепенно городские здания преображаются благодаря декору и иллюминации. Магазины и павильоны начинают радовать своих покупателей красочным оформлением витрина. Праздничная ярмарка вот уже неделю пестрит красочными огнями. Согласитесь, многие уже задумались над тем, как провести самые любимые и долгожданные новогодние рождественские праздники. Да, перечень предложений, где побывать, как отпраздновать сегодня достаточно обширен. Но не стоит упускать из внимания и то, что будет проходить в эти дни в Бресте. Список заманчивых предложений широк. Обзор самых интересных новогодних и рождественских фишек в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Как провести праздник так, чтобы впечатления и эмоции от него горели душу на протяжении всех 365 дней? Ответ прост. Нужно его провести в приятной компании. А еще в необычной локации, открывая для себя что-то новое и интересное. В афише Бреста на праздничные дни немало интересных мероприятий. Предлагаем изучить предложения вместе с нами. Ничто так не погружает в атмосферу праздника, как его атрибуты, позаимствованные из прошлого. Обращаясь к новогодним предметам из старины, мы в буквальном смысле прикасаемся к истории, рассказанной в лицах от имени владельцев этих удивительных экспонатов и их друзей. Так, в афише Брестского областного краеведческого музея в дни рождественских и новогодних праздников выставка ретро-игрушки. Более шести сотен уникальных предметов будут выставлены для обозрения широкой публики. У нас на выставке будет представлено где-то около 600 елочных игрушек, начиная с 40-х лет, 50-е, 60-е, 70-е. Все это будет тематически представлено. Можно будет посмотреть, я думаю, не только дети увидят что-то интересное, но и взрослые тоже вспомнят свое детство, вот этот волшебно-сказочный праздник новогодний, увидят те игрушки, потому что многие игрушки на сегодняшний день – это уже приоритет. Удивлять и радовать горожан весь декабрь и часть января будут новогодние ярмарки. Пока они заработали лишь по улице Гоголя, однако уже совсем скоро торговые и развлекательные зоны появятся и на центральной площади у главной городской елки. К Новому году новогодние ярмарки размещены на двух площадках. С 1 декабря у нас уже начала работать ярмарка на улице Гоголя с режимом работы с 10 до 19 часов. Ярмарка будет работать до 31 декабря. В этом году увеличилось количество участников, на сегодня их уже больше 60. Также мы расширили фотозоны, добавили новые фигуры. На площади Ленина в этом году акцент сделали и на аттракционы. У нас появился тир, появятся еще и карусели. На ярмарке больше будет реализована продукция общественного питания. Это широкий ассортимент блинов, блинтвейны, ну и также елочные украшения и игрушки. С 18 декабря стартуют на 23 площадках елочные базары. Несмотря на некоторую прохладу, настроение продавцов и покупателей задорное и радостное. И не случайно. Красочная иллюминация, многочисленные разноцветные шары, мишура – все говорит о том, что скоро чудо войдет в каждую семью. Рядом с магическими деревянными домиками новые металлические скульптуры, которые вызвали особый интерес у юных брещан. Если нет ощущения праздника, то ярмарка обязательно его подарит. Кстати, спрос уже есть на символы года – на полосатых тигров. Пока их ассортимент достаточно велик, прилавком поспешили коллекционеры. Люди изначально, пока есть выбор, обязательно покупают. И причем люди есть коллекционеры, которые коллекционируют, они причем приходят и знают, что они хотят конкретно. А все, видите, витрина, она вся в тиграх. Первые дни спрашивают магнитики, такой мелкий сувенир спрашивают, календари хорошо покупают, ну и начинают готовиться к карнавалу. Детишкам покупают карнавальные костюмы. Кстати говоря, о новогодней ночи стоит сказать, что в Бресте уже разработана целая программа мероприятий. Площадки с дискотекой и праздничными шоу развернутся практически во всех районах. Так что скучать у новогоднего стола брещанам точно не придется. Кстати, потренироваться в праздновании можно будет уже 17 декабря, когда состоится открытие главной городской елки. Открытие новогодних елок будет во всех микрорайонах города Бреста. В Московском районе по улице Московской, около здания администрации, откроется елка 13 декабря. В Ленинском районе откроется елка 15 декабря, и это будет на набережной Франциско-Скарыны в створе улицы Ленина. Я не зря это говорю, потому что у нас на набережной в этом году будет стоять две шикарные елки, чтобы люди шли в определенное место. И открытие нашей городской главной елки будет 17 декабря. Открытие будет в 18 часов, но уже программу мы начинаем с 17 часов, так что можно подходить с 17. Это будет театрализованное музыкальное представление, оно называется «Зажжем елку вместе». Особая программа для горожан и гостей областного центра разработана на дни празднования Рождества. Речь о масштабном фестивале «Берестейские сани», который пройдет с 7 по 9 января. Огромное количество известных артистов выступят на набережной в эти дни. О самых интересных сюрпризах на текущей неделе журналистам рассказали в стенах горосполкома. Заплыв маржей, фейерверк, боеподушками, конкурсы, викторины, отдельный блок, валенки-шоу, работа над которым уже в самом разгаре. Он уже проводится, то есть весь декабрь будут школы и другие учреждения школьного и внешкольного образования готовить номера, то есть соревноваться между собой. А мы 8 числа увидим уже победителей, то есть планируем где-то 10-15 номеров мы представим на этой сцене. А если же вам по душе более тихая и душевная обстановка, то отличным вариантом в праздничные дни станет общение с друзьями в удивительной новогодней обстановке. Сеть кофеин «Параграф» уже радует берестейцев своим необычным интерьером, в котором подобрано все до мелочей. Здесь никогда не бывает шумно. «Параграф» – это об атмосфере, когда тепло, уютно и комфортно. Конечно же делали акцент, как и каждый год, на наш декор, на те украшения, которые мы подготавливаем весь год для кофеин. И, наверное, такой главной особенностью в этом году это стали наши олени в полный рост на набережной, такие сказочные, с блестящими рогами. И каждый гость может, во-первых, это как большая фотозона, каждый гость может прийти, сфотографироваться, посмотреть на это все, особенно красиво это вечером. Во вторую очередь, конечно же, наша атмосфера, которую создают наши сотрудники, которые создают наши кондитеры, наше меню, наш шеф-бариста. Можно попробовать все сезонные напитки, которых у нас есть целая огромная линейка, я думаю, что каждый гость может найти что-то себе по вкусу. Есть и слабые кофейные напитки, есть и без кофейные напитки, есть молочные. И, конечно же, наш кондитерский цех. Сейчас он готовит огромную линейку десертов именно к Новому году, также пекут штолины сейчас. Вот поэтому со всем вы можете ознакомиться, абсолютно со всем и все увидеть в нашем приложении. Вы показали только пять примеров того, насколько разнопланово и интересно можно провести праздники в родном городе. Жаль только, что по календарю выходных не так много. Католическое Рождество, 25 декабря, которое в нашей стране официально считается выходным днем, выпадает на субботу. А новый 2022 год мы будем встречать с пятницы на субботу, поэтому также дополнительно отдохнуть не удастся. Единственный бонус, на который можно рассчитывать, это сокращенный рабочий день в пятницу, 31 декабря. Дополнительный выходной ожидается в стране лишь на православное Рождество. В 2022 году, 7 января, выпадает на пятницу. Но не стоит расстраиваться, ведь даже маленький праздник может стать приятной радостью, которая будет гореть душу очень и очень долго. Анастасия Назарин-Плотницкая, Эдвард Покунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Встретимся снова в студию программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова